Приветствую вас! Надо сказать, что не имеет никакого значения, какая у вас ориентация, не имеет никакого значения то, какая ориентация у вашего партнёра, вот, всё это абсолютно никакого значения не имеет, просто потому, что чувства, в принципе, испытывают все одинаковые, и вне зависимости от того, кто это, кто это, мужчина, женщина, вот, и так далее. Что-то заключается в следующем. Вы не можете смириться с тем, что ваш партнёр вас не имеет взаим... не, не взаимно, да, не взаимно к вам относится, у него нет взаимных чувств к вам, вот, вы не можете с этим смириться. Соответственно, если вы не можете с этим смириться, значит, вам нужна взаимность. Ну, для чего-то. Для чего-то. То есть, в данном случае, да, в данном случае, без взаимности вам достаточно тяжело. То есть, ваша проблема, она именно в том, что вы нуждает взаимность. Ваша проблема, она как бы в этом. Основная проблема. Вот. И мне кажется, мне кажется, что вот то, чем вам важна взаимность, да, чем она для вас так важна, это является первым, самым главным моментом. который нужно раскрыть вам. Вот. Потому что взаимность вам может быть нужна в силу ваших личностных проблем, противоречий, каких-то конфликтов, каких-то страхов, потребностей, неудач и чего-то. Чего-то такого. Вот. И, по сути, вас сейчас очень сильно говорит именно ребёнок. То есть, это детское состояние. Вот. Вам, по сути, сейчас, вас, по сути, сейчас говорит ребёнок. Вот. Ну, как бы, ну, в ответ вот на эту всю ситуацию в целом, да, говорит ребёнок. И нужно понять, чего ребёнок хочет, что вам нужно. Как правило, это связано исключительно только с собственным ощущением неблагополучия, собственными, как я уже говорил, страхами, как я уже говорил, собственными проблемами, да. То есть, то есть, ваш, грубо говоря, партнёр, по вашему мнению, да, по вашему мнению, ваш партнёр, он должен был решить некую вашу проблему, некий ваш конфликт. И когда он этого не сделал, когда он этого не разрешил, вы стали чувствовать себя ответным и так далее. И, как правило, как правило, у подобных, у подобных позиций, у подобной позиции, как правило, всегда есть своя история. То есть, нельзя назвать данное поведение, данное отношение, да, нельзя назвать его, скажем, ну, любовью как таковой, да. Потому что, ну, вряд ли это может быть любовь, раз вы вот так вот, значит, переживаете из-за того, что человек не ответил вам за имностью. Вот, здесь можно говорить, здесь нельзя говорить, как о таковой любви. Здесь можно говорить о потребности какой-либо. Вот. И, соответственно, переход, перенос того, что вы чувствуете из разряда, из разряда любви, разряда потребностей, мне кажется, будет весьма и весьма хорошим. То есть, сначала для того, чтобы вам понять, что же, собственно говоря, происходит и в чем вы, собственно говоря, нуждаетесь. Вот. То есть, мне ситуация представляется вот такой. Мне ситуация представляется вот, собственно говоря, так. И я думаю, что именно то, что не дает вам смириться, вот, те чувства, которые не дают вам смириться, они как раз таки и подлежат анализу, подлежат переводу в сознание, ну, в разряд, в разряд в сознание, вот, и они подлежат исследованию. Ну, потому что, еще раз повторю, это достаточно серьезная и важная проблема, вот, то есть вы, получается, в человеке, вот, достаточно сильно нуждаетесь, а если вы нуждаетесь в человеке, то вряд ли вы можете построить с этим человеком серьезные отношения, ну, просто потому что... вы всегда будете находиться, находиться в такой, знаете, заведомо, как бы, проигрышной ситуации, вот, и это вам на самом деле ничего хорошего не принесет, да и вряд ли сделает вас, значит, привлекательным, для, ну, для людей, да, для тех, кто мог бы стать вашим партнером, ну, по отношениям и так далее, вот. То есть я думаю, что обратить внимание вам нужно именно, вот, на данный аспект, ну, на данный аспект ваш. И, соответственно, тогда уже вам будет гораздо более понятно, с чем вы имеете дело и как вам дальше двигаться. Вот. 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 То есть, ээээ, пока что погасло, да, вот, вот, на сегодняшний день вы их отношения с этим практически не готовы, да? Вот. Значит, смотрите, что еще можно добавить, да? Так, эээ, мы начали друзить и общаться, я влюбился, эээ, поздивно, что это не взаимно. Эээ, значит, партнер знает, что я люблю, но не отвечает за это, и говорит, что я ему нравлюсь и все, и поэтому она общается со мной. И вот вы страдаете. Да? Страдаете. То есть, нуждается, нуждается, молодец, нужно раскрыть эту нуждаемость, потому что, эээ, элемент очень важный, элемент очень важный. Эээ, но, эээ, без изучения вряд ли можно будет вам помочь, ну, просто потому что, просто потому что, иначе, эээ, не будет вам помочь. Понятно, природа. То есть, очевидно, что у вас есть проблемы, да, очевидно, что у вас есть некие, некие комплексы, очевидно, что у вас есть некие сложности, вот, очевидно, что вы нуждаетесь в, ну, в эээм... Значит, в человеке, рядом, вот, но это, по сути, делу мало, мало, мало что меняет, да? Вот. Ну, просто потому что, опять же, если вы нуждаетесь, то это совсем не означает, что другой, другой человек должен отвечать вам заим... 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 вот. Так что, мне, мне кажется, что здесь вот нужно исследовать природу ваших плоданий и уже... ахаха, значит, значит... уже... В зависимости от этого, уже, эээ, что-то делать, вот. Мне кажется, так. Мне кажется, эээ, такая вот история, и мне кажется, что это самый оптимальный вариант. То есть, эээ, сказать, что... эээ, вы сможете, вот, как-то... за один раз, эээ... все это... разрешить, да? Ну, это было бы слишком наивно, вот. Так что, вот, я думаю... я думаю, что именно так можно вам ответить на ваш вопрос, вопрос. Да? Да. Эээ, неплохо было бы, эээ, определить, что для вас, эээ, такое, эээ, любовь, да? То есть, ну, как вы понимаете любовь, вообще, эээ, неплохо было бы это определить, вот. Потому что, от того, как вы понимаете любовь, от того, что такое любовь для вас, эээ, зависит то, как вы, эээ, например, могли бы, эээ, выстраиваться отношения с людьми. Эээ, вот. То есть, вот вы говорите, что, эээ, он вообще, ээээ, значит, он общается с вами только, эээ, потому что вы нравитесь, эээ, ему. Вот. Он об этом говорит честно. Он об этом и говорит честно, он откровенно об этом заявляет. Но вы, не смотря на то, что, эээ, не смотря на то, что он об этом, он честен, эээ, с вами в этом. Вот. Вы, не смотря на это, всё равно страдает и всё равно вам плохо. Да. Да. И мне это видится, эээ, ну, так, что, эээ, у этого есть, ээээ, свои причины, причины. Ээээ, то есть, либо вы, ээээ, боитесь чего-то, либо вы воспроизводите ээээ, ситуацию с детства. То есть, когда в детстве вы, эээ, чувствовали себя, ээээ, ну, ну, примерно так же, да, как вот сейчас. И чувствовали ли что-то подобное. Вот. Я уверен, что если как следует это проанализировать, то что-то обязательно найдётся. Ну, это, я уверен, на сто процентов. Вот. А вот так, вот, вот так, ээээ, итак, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что, ээээ, для вас это было, эээ, полезно. Если у вас остались, эээ, дополнительные вопросы, вы можете, ээээ, задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь, ээээ, если вам понравился, ээээ, мой ответ, эээ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.